И возвращаемся к теме медицины. Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный День Донора. Основная цель этого праздника – выразить благодарность тем, кто добровольно предоставляет свою кровь для спасения человеческих жизней. Кто может стать донором и какие существуют правила предосторожности, выяснила наша съемочная группа. Ежесекундно во всем мире у людей любого возраста и происхождения возникает потребность в переливании крови по жизненным показаниям. В таких обстоятельствах донорство позволяет спасать миллионы человеческих жизней. Ежегодно в мире регистрируется около 108 миллионов фактов сдачи крови. То есть благодаря добровольцам ее запасы обеспечиваются на 100%. Мы решили поинтересоваться у тверичан, являлись ли они донорами хотя бы раз и почему, по их мнению, это важно. В институте призывали всех такой порыв души. Спокойно сдала сколько полагалось во время 300 грамм, еще плюс 20 грамм забирали, это было давно в институте. Посидели, поели, потом все хорошо, спасибо. Нет, не был. А хотели бы? Нет. А потому что у меня кровь не подойдет. Я в детстве желтухой болел. Нет, боюсь крови. Нет. Вы знаете, ведь они же спасают жизни, люди. И это сильное чувство у тех людей, которые это имеют. Жаль, что я не имею, говорю, очень боюсь крови. Нет, собираемся. Ну, он очищает организм, полезно. Ну, людей тоже для больницы, то есть, кто нуждается в крови. А нуждаются многие. Да. Сдача крови действительно важна не только для нуждающихся в них больных. Она еще и полезна и для самих доноров, так как процедура, по утверждению специалистов, благоприятно сказывается и на здоровье. Донорство крови положительно влияет на здоровье человека. При регулярных кровосдачах активизируется иммунитет, активируется система кроветворения. Это положительно сказывается на состоянии сосудов внутренних органов. Однако зачастую, чтобы стать донором, одного лишь благородного порыва не хватает. Как и всякая другая медицинская процедура, это предполагает ряд определенных нюансов, которые необходимо соблюдать, чтобы не нанести вреда здоровью. Донором может стать любой гражданин Российской Федерации возрастом старше 18 лет, весом более 50 килограмм. При этом у человека не должно быть тяжелых хронических заболеваний, онкологии, болезней крови, ряда инфекционных и паразитарных заболеваний. Формирование достаточных запасов донорской крови может быть выполнено только путем привлечения всего населения и обеспечения наличия достаточного количества добровольцев, готовых сдавать кровь на протяжении всего года. Поэтому врачи призывают сограждан не оставаться равнодушными.